Уже не имеет власти земные обстоятельства его существования, которые знают, что в следующий мир его не будет. Он отлетает некоторую страшную, и мы с тем, очень далеко идущую, по-видимому, свободу. Издевательством было сказать, как в Ревинасе книжка называется «Трудная свободу». Это не трудно, это бодрость какая-то свободная. Но это зона абсолютной смысловой полноты существования. Вот то, что говорит человеку, с коей накладки перед рукой, обычно запоминается, но становится как бы последним выражением его «я». Это ситуации, многообратно описанные в мировой литературе. И вот эта последняя вспышка свободы, вот, ну, хотя раз и будем вспомнить, с другой стороны, и издевательских, так сказать, интегритации этого состояния есть, знаете, у раннего Маяковского. Хорошо, когда в шоктую полку душа, ты смотришь в Бульдана. Хорошо, когда брошенным зубом шахот, утрихнуть, пейте, какао, в Бульдана, где-то, ну, в мировой литературе, что бы ни было. Вот. В общем, эта мировая литературская группа есть, и, видимо, она тоже каким-то образом становится достоянием толпы. Индия оказывается сопричастна к этой последней свободе растерзанного человека. Во всем случае, как сказать, то, что там ощущают люди, казалось бы, должно уходить оттуда, вот эта вечность, как она может стать достоянием общего сознания, как она может стать достоянием толпы, и, тем не менее, оно становится таким достоянием. Я думаю, что оно становится достоянием толпы, которое все переживает с изменением эту его страшную свободу. Оно перенебается в искусство, каким-то таким образом. И, видимо, без таких моментов, опять-таки, сложно было бы понимать некоторые важные ости, важные измерения и человеческого самосознания, и особенности тех или иных культур, которые часто в этом плане приказывают характерные различия. И, при этом, в самом-то, существовал и продолжает существовать в форме сих пор. Здесь можно вспомнить и христианских учеников, которые, известные всеми истории, в двух каких-то очередь, их взяли, отдавали на связание хищными землями. Это становилось предметом праздничных массовых действий, потом истории, в этом, где держит, жителья, слагались и так далее. Средние экраны, которые часто были куда-то изобретательны в этой части. Сохранились паразитные документы, инквизиции, протоколы, ауто-допректоры, которые публиковались и, в общем, тоже показывают важную часть этих процедур. Если говорить о 20-м веке, мы имеем белокубийство, но стоит вспомнить советские, недаром организованные публичные процессы, эти массовые проявления народного возмущения по поводу вродового народа, в которых необходимо уничтожать, вот эти истерики, которые переходили, так сказать, в коллективные торжества, по поводу наконец-то восстановленной справедливости. Но сейчас мы часто видим, что зачастую сплачивают людей в толпу, как бы создает некую особую солидарность условные праздни, когда сжигают чьи-то там соломенные чучелы, когда сжигают флаги местные конкретные представители страны или конкретных людей, которых раньше уничтожили таким законам. то есть в каких-то рудиментарных возможных формах, а в некоторых странах и вполне реальных формах публичной казни, как элементы праздника, праздничного действия существуют и до сих пор. Какова тут христианская альтернатива? Так Леонид Жирард говорил о заместительной жертве и о том, как преобразуется само представление о жертве события человечения, распятия и воскресения Иисуса Христа. Вот что тут можно сказать в суде точки зрения это факт будет прозреть такое вот если та модель праздника о которой я говорил представляет собой по сути дела дневные смерти то альтернатива местная смерть Христа это одно не то что избегает такой возможности это осуществление полноти вот это помимо все прочего можно говорить осуществление вот этой модели красных вместе с тем это явлений смерти пошла на оскорбить спортере и бог сверху за правду умирает на крестине но затем и креста это явлений смерти явлений систем явлений не смерть 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 выбрала и христианский праздник если представить себе такую Вы сможете идеализовать для него модель, идеализованный образ, это наиболее то, что призвано быть, наиболее убедительным свидетельством победы жизни над смертью, путем преодоления самопарадивной смерти. Но преодоление смерти в самом жестоком, умышленном и, извините, провалом ее облике. Такое событие совершается раз и навсегда. И в этом плане христианские праздники, при всей неизбежной цикличности их повторения, по сути, вне циклизма обычного предшествующего им типа праздника, поскольку Басимовна сына утверждение некоторой необратимости в этой всякой...